Одесская область к старту отопительного сезона готова на 95%. Таков основной мотив выступления профильного чиновника на последнем аппаратном совещании в обл. администрации. Все у всех нормальное, лишь в теплодаре. Теплых батарей в ближайшем будущем не предвидится. По завершению останнего упального сезона, городской область была анонсована модульную автономную котельню на территории города, которая могла бы сняти все вопросы на долгие годы, строительство которой бы сняло все эти проблемы. Но, на жаль, в состоянии на сегодня эта котельня не сбудована. И мы повертаемся к проблеме, как же запустить наш отец при условии, когда мы должны сплатить за боргованный знак «Нафтогаз» в Украине для получения номинаций в размере 5,8 миллионов гривен. Губернатор ответственность за чистое поле возложил на городскую власть. Мол, уже не первый год. Нам говорят, что нашли инвестора для строительства новой котельной авосы ныне там. Работа міської влади, она просто незадовольна. Вот в моем понимании, она просто незадовольна. Даже не пытается решить никакие вопросы. Ну, это то, что называется местное самовредование, то, что называется демократия. Люди выбирают, выбрали эту людину, выбрали эту местную владу. Два года у нас каждый начальник опаливального сезона в месте «Теплодар» – это очень большое хвиливание. За считанные недели до старта отопительного сезона мы отправляемся в самую холодную точку области. Мэр «Теплодара» Михаил Жовнер уверяет, тепло в домах местных жителей должно появиться вовремя. Правда, от горосполкома здесь мало что зависит. Если бы нам государство вернуло льготы и субсидии 1,3 миллиона, это опять же не наши деньги. Это государство обещало людям помогать. Пускай помогает, пускай оплачивает. Население, на сегодняшний момент у нас долб населения 2,7 миллиона. Это тоже не маленькая сумма, но хотя бы мы подали 150 где-то исков, и эти иски находятся в исполнительной службе. В прошлом году ситуация была похожа. Перед газовым монополистом также накопились долги, но их закрыть помог инвестор – компания «Теплодарский энергетический парк». Именно эта фирма взяла на себя обязательство в будущем решить многолетнюю проблему теплодарцев. Помимо строительства автономной котельной, планируется установить солнечные батареи и ветряные электростанции. Мы получили безвозмездной помощи от нашего инвестора 3 миллиона. Безвозмездной. И они 1 миллион дали в долг. Но тоже сказали, что они его забирать не будут. В этом году этот миллион или мы возьмем от перевыконания бюджета 2,7 миллиона, или же опять будем просить, чтобы нам их одолжили. В принципе загрозы я не вижу для подачи отопления. Но остается нерешенный вопрос. Он решается. Это новая котельная. На месте автономной котельной, расположенной в городской черте, пока и вправду – забор да вырытый котлован. В мэрии говорят, сроки строительства сдвигаются из-за бюрократической волокиты. Получение необходимой документации, различные согласования, подведение воды – все занимает очень много времени. Раньше декабря объект в эксплуатацию не введут. Работу будущей котельной будут обеспечивать два твердотопливных котла мощностью 16 мегаватт. Капитальных строений под объект не понадобится, говорят в Теплодарской мэрии. Будут быстро собираемые, блочные какие-то конструкции. Это не то, что какие-то чисто механические, ручные работы, строительные работы. А какие-то конструкции по, и в том числе, письменному их информации, которую они предоставили в наш адрес, в том числе и на имя городского головы. Соответствующее оборудование уже заказано, оно выполняется на соответствующих заводах и обещаю в течение октября поставить. Единственным источником тепла в замерзающем Теплодаре остается удаленная на 6 километров от центра города ТЭЦ-2. Если муниципалитету удастся погасить долги перед нафтогазом, то именно этот морально устаревший объект будет обеспечивать населенный пункт теплом. Коммунальное предприятие Одесское ТЭЦ-2 к отопительному сезону готово. Однако объект крайне невыгоден для города. Теплоэлектроцентраль должна была обслуживать интересы Теплодара, в котором проживало бы 50 тысяч жителей. Но что-то пошло не так. В 1986 году эта котельная была введена в эксплуатацию как пуска резервная котельная Одесской атомной станции. То есть она должна была запустить атомную станцию и остаться в резерве. Но в связи с тем, что в 1986 году случилась Чернобырская авария, то строительство у нас было заморожено сначала, законсервировано, а потом вообще прекращено. На ТЭЦ-2 работают 30 человек. С одной стороны, это больше, чем будет обслуживать автономную котельную, которая рано или поздно появится в Теплодаре. Но с другой, это огромные деньги, в прямом смысле слова, на ветер. Эта теплоэлектроцентраль не может с минимальными потерями выполнять свою основную функцию. И это при том, что в отопительный сезон здесь из четырех котлов работает всего один. Тогда заложенная огромная мощь этой котельной сегодня превращается, конечно, в большие убытки. Потому что то тепло, которое мы производим, его очень много для такого маленького города, в 10 тысяч жителей, это практически один микрорайон большого города. Понимаете, а котельная в мощности четыре паровых котла ГМ-50. То есть это очень большая мощность. Итоги недели будут следить за развитием событий в Теплодаре и по мере наступления холодов реагировать на настроение общественности в небольшом городе. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».